Музыкальный бизнес, он не такой уж и сладкий на самом деле. То есть я думаю, там музыка, Лос-Анджелес, мечта, да ничего подобного. Блин, как-то грустно. Ну если у тебя есть талант, то твою музыку услышат, рано или поздно. Если у тебя есть талант, это отлично. Но если у тебя нет знакомства, ну без знакомства, ничего не получится. Независимые артисты, они все очень бедные. И иногда у них просто не хватает даже денег, чтобы пойти записаться. Он говорит, о, это он суперпродюсер какой-то. Это все в рэпе, это все одинаковое. Все продюсеры, они делают абсолютно то же самое. Это просто вот нужное время, нужное место и хорошие артисты совпадения. Хип-хоп, рэп, это на самом деле такая грязная тема в Лос-Анджелесе. У нас заморачивается гораздо больше, чем здесь. Всем привет! Сегодня мы попадем в настоящую голливудскую студию звукозаписи. Мой герой – Миллиан Битц, звукорежиссер, продюсер и артист. Здесь, в Л.А., он уже успел записать треки для Киевс Тонера, Артика и артистов клейблов Young Spanner Live и Quality Control Music. И даже со своим треком «Попасть в билборд». Мы разберемся, как устроено музыкальное министре в Лос-Анджелесе, из чего состоит успех трека и как открыть собственную студию, чтобы работать с лучшими представителями мировой музыки. Ну а меня зовут Лена Плотникова. Вы на канале «Приехать в США» в самом амбициозном канале об эмиграции. Макс, ты живешь в Лос-Анджелесе больше 10 лет. Почему ты начал заниматься именно музыкой? Не в плане как артист, а как звукорежиссер, как продюсер, в студии? Ну, я изначально начал заниматься музыкой шестого класса. Еще в России? Ну да, и в Украине, в Киеве. И я что-то хотел научиться играть на гитаре. Я взял гитару, начал что-то играть, у меня начало получаться. А я играл в группе на ударных. И у меня была группа, все отлично. Потом я приехал сюда, и я начал искать тоже какие-то там рок-группы или что-то еще, чтобы тоже поиграть и не останавливаться, заниматься музыкой. Но я понял, что люди очень безответственно относятся к этому. И очень много, ты представляешь, там 5 человек должны встретиться в 3 раза в неделю. И все это, чтобы синхронизировать, это too much. Вот, потому я решил, что окей, как же, чтобы сделать такое. Вот у меня есть ноутбук передо мной, и я ни от кого не завишу. Я могу просто его открыть и начать делать то, что мне нужно делать. А тебе в целом было неважно заниматься, каким видом музыки ты будешь заниматься? Ну, словно, ты будешь в группе, ты будешь сам что-то делать, будешь, наверное, рэм-осполнителем. Я вообще никогда не знал, что я буду этим заниматься. Может, я сделал очень неправильный выбор, что я этим занимаюсь сейчас. А может, и правда, но я уже, да, не надо заниматься музыкой, это плохо. Но на самом деле, просто, знаешь, ну, лично у меня это было так, что в определенное время, в нужное время, знаешь, в правильном месте оказались люди, которые меня поддержали, говорят, что тебе это получается, и тебе нужно продолжать это делать. И получилось так, что, ну, я начал этим заниматься. То есть, наверное, если бы у меня не было определенной поддержки, я бы не занимался бы этим. Получается, порой ты начал записывать на комп все, что ты можешь сделать? Свои, да. Да, технически выглядело. Биты просто какие-то начал там накидывать, какие-то там треки делать, ну, простые. Вот, и все. А когда это все превратилось в студию? Ну, пошло-поехало. Ну, я начал сначала заниматься, просто там что-то писать, делать. Мне говорят, у тебя это получается? Я думаю, окей. И я потом записал, вот мы сделали альбом тогда, EP, с Киевстонером, с Альбертом. И он мне говорит, Максимка, у тебя, говорит, хорошо получается, тебе, говорит, надо дальше продолжать. Я прям слышу голос Киевстонера в студии. Да, да, да. Максимка. Да, 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 да. Вот, он говорит, Максимка, надо делать. И я говорю, окей, все, спасибо. Я смотрю, там, что-то 300 тысяч набрал, там, прослушивание, там, знаешь, там, на треке. Я такой, думаю, вау, прикольно, слушай, надо продолжать делать. Ну, подожди, а как хорошо, вот мальчику, который начал заниматься просто музыкой за компом, а потом сразу записывать Киевстонера? Ну, кажется, что сразу, хоп, ты так расскажешь. Ну, просто я его знал. И до этого я работал там с какими-то маленькими артистами. Вот, вообще, первый раз, когда я пришел на студию, в Новый, тут, Норд Холливуд, это был первый, первый опыт. Я захожу, вокруг 10 черных, пакеты с травой. Пакеты, да, пакеты с травой, пакеты, там, за всеми делами, пистолеты стоят, там, то есть, ну, там, вообще полный трэш. И что-то мы записали какой-то трек, через две недели я смотрю, этот трек выходит на уже онлайн, то есть, ну, там, Spotify, Apple, а у меня даже нету, там, я не поставил, знаешь, что продюсер тега не называет? Я не поставил ничего, я начал там плакать, звонить ему, говорю, что такое, бла-бла-бла. Через месяц студию эту сожгли, и кто-то, да, и кто-то пострадал там даже, да, вот такие вот истории. То есть, был музыкальный бизнес, но не такой уж и простой, да? Не такого уж и простой, это ничего не просто, на самом деле, реалий, особенно хип-хоп, рэп, это, на самом деле, такая грязная тема в Лос-Анджелесе. Почему? Ну, потому что это все очень, артисты, я говорю, эти рэперы, с ними очень тяжело, ну, сотрудничать, они, ну, понимаешь, я сижу, один такой, you know, white boy, беленький, белоснежка такая, знаешь, вокруг тебя 20 черных, все лицо в татухах, но они там что-то читают, ты с ними сидишь, там, да, как-то пытаешься коммуницировать, еще и за это деньги у них получить, они приезжают на трех Рос-Ройсах, а потом спорят с тобой за 100 долларов. Ну, такие истории тоже бывают. Ну, получается, хип-хоп здесь, ну, как ты назвал, типа, такой, условно, грязный бизнес, потому что много веществ, мало денег и много афроамериканцев, условно, да, которые не очень цивилизованно себя могут вести, вот так? Ну, скажем, скажем так. Окей, хорошо, слушай, мне вот интересно поговорить о том, нужно ли вообще образование получать, профессиональное, чтобы работать на студии, тем более открывать свою студию, записывать треки артистам, или это настолько упростилось уже, и ты можешь сам все это делать. Ну, что, большие тоже споры, нужно, кто-то вкладывается в образование, действительно получает, там, пять лет учится условно, а потом только работает, а кто-то сразу залетает, работает, у него треки выходят, он звездам записывает, но при этом не имеет никакого образования. И тут стычка происходит с этих людей, потому что и вроде бы и те правы, и эти правы. Как ты считаешь, сразу делать, либо все-таки проучиться, а потом делать? Смотри, YouTube. YouTube – это наш учитель. То есть ты можешь открыть его, научиться всему, что хочешь. То есть открываешь разных, там, битмейкеров, артистов, до зумя, знаешь, кто тебе больше нравится, начинаешь смотреть и брать по чуть-чуть у каждого человека. То есть если это касается конкретно именно продюсирования, звукозаписи и так далее, а если ты хочешь открывать именно свой бизнес, образование получить по музыкальному бизнесу, вот я поступил в USC, я закончу USC, это моя специальность – музыкальный бизнес. То есть продюсирование, да, условно? Это не продюсирование, это музыкальный бизнес. А, так и называется профессия? Да, музык бизнес. Большего шанса – музык лизбин. Потому что в России, например, в той же консерватории есть там продюсирование. Нет, это не продюсирование, это называется музыкальный бизнес. то есть там тебе рассказывают, как работают контракты, как работают лейблы, как работают паблишинг компании, как работает пиар, как работает лайв организация концертов и т.д. Это очень мне помогло, то есть я хочу сказать, что если бы я не знал этого, то я бы во многих, во многих ситуациях себя может быть неправильно как-то позиционировал, ну, среди себя получается. То есть если, когда я там с артистом выпускаю какой-то трек, да, я не должен там переживать, что если он, допустим, его выпустит, и я там, ой, что мне делать, ты там не дал моей роялти, ты не дал мою там часть, я даже не буду переживать по этому поводу, потому что я знаю, что если трек не выстреливает, то тебе нет даже смысла переживать, ну, как бы, ты больше, если он выпустил, сделал какую-то, что-то тебе плохое, ты больше с ним не будешь работать, но так... Ну, если трек выстреливает. Если трек выстреливает, то у тебя есть деньги отсудить его. А, окей, ну, то есть, получается, ты на берегу не договариваешься об этих всех процентах, если все будет хорошо? Есть такое понятие, как joint work, то есть если мы с тобой сделаем сейчас трек, то, неважно, у нас даже не будет контракта, мы 50 на 50 владим этим треком. Это as a copyright law. Окей, хорошо, мы немножко перескочили сразу уже к трекам, тогда я остановлюсь все-таки здесь, проговорю. Ну, интересно, а как это доказывается, то есть, как ты изначально должен себя повести, чтобы доказать потом, что твой трек действительно, ну, то есть ты его делал? Да, copyright. As long as it's fixed, я не, я только по-английски могу сказать. Давай, оригинал, оригинал, fixed, intangible form. And shows some type of creativity in means that it's copyrighted. Ничего не поняла? Давай по-русски. As long as... Я не знаю, как это просто сказать по-русски, но вот... Это просто как это... Не обязательно определение давать, просто как это работает. Ну, так, то есть, если это показывает, если это где-то было завпечатлено, то, допустим, раньше это делалось на диске, правильно? То есть, создавался мастер. Мастер это вот там CD, с которого потом брали, то есть, создали пластинку, записали, это вот основной мастер. С него потом делали копии, продавали их. Сейчас, потому что мы стримаем, и сейчас у нас файлы, в основном, электронные, да? Если это у тебя есть на компе, и все, то ты это уже создал. То есть, опять же таки, как ты скажешь... Ну, он скажет, что ты скопировал, просто у него трек. Ну, у тебя есть... Зачем я буду платить ему? Ну, у тебя есть, допустим, у тебя есть, как бы сказать... У тебя есть определенный, допустим, проект этой песни. То есть, он у тебя на компьютере, твоей дорожке. Но на самом деле, это очень-очень-очень такой тяжелый процесс. И вот даже, допустим, знаешь, песню Джуз Уорода, этот, Lucy Dreams. А они скопировали, сэмплировали Stinga, Shape of my heart. Суды, суды, суды до сих пор. То есть, судятся люди очень-очень много и долго. Вот, ради этого, ну, ты можешь это доказать, то есть, ну, это непросто. Ну, вот я, о чем? Ты можешь сделать просто человеку трек, но он выстрелит. Ты понимаешь, что ты на этом заработал, ну, мог бы заработать хорошие деньги. При этом, ты же не просто сделал, ты вложил свое время, свой труд. Своё музыкальное образование, может быть, помог как-то продвинуть этот трек. Но при этом, артист же, ну, всё, типа, до свидания. Он может тебе не раскрыть цифры, которые он получает за это. Как тут проконтролировать? Ну, ты нанимаешь эдоката, а ты там контролируешь... Ну, вы изначально не прописываете все эти моменты. Нет, ну, если, опять же таки, если они не прописывают, или если прописывают, то есть, конечно, лучше всегда прописывать всё. Иметь контракт, иметь договора, то есть, с каждым треком, который ты выпускаешь, это понятное дело. Но выстреливают, как бы, ну, процент из 100%, сколько выстреливают? Может, один? Может, правильное место, я думаю, правильное место, правильное время. Какая-то очень печальная статистика. Очень печальная вообще. Лейблы, работа, 90% лейблы неудачные. 10% удачные, за счет этих живут остальные лейблы. Да, музыкальный бизнес, он не такой уж и сладкий, на самом деле. То есть, я думаю, там, музыка, Лос-Анджелес, мечта, да ничего подобного. Надо работать, как бы, и ты... С тобой будут работать, тебе будут платить, если у тебя есть определенные, так называемые, credits. То есть, ты заслужил, ты, там, поработал с тем артистом большим, с тем артистом, с тем. У тебя уже есть какая-то, знаешь, репутация. И когда люди к тебе обращаются, ты говоришь, а, я вот с этим, с этим работал, и вот моя цена, вот все дела. Окей, тогда будут платить. И самое интересное, то, что, чтобы реально заработать, ну, это вот должен, вот, он просто, вот, хит, это должен быть один хит, который выстрелит. Там, у меня был трек, вот, попал на билборд, 11 место, но это была артистка, которая работает с Крис Брауном. Ну, потому что ты записал с ней? Конечно, потому что она большая, да, да. Ну, это тоже неизвестно, это успех трека или это успех артиста? Просто артиста уже. Макс, я так понимаю, что подобных студий очень много в Лос-Анджелесе. Ну, мы привыкли видеть, когда, ну, условно, по фильмам, каким-то картинкам, когда очень много оборудования в студии, ты приходишь, и там просто какие-то клавиши бесконечные, там, не знаю, техника, которая сводит, разводит. Но здесь мы на достаточно знаменитой студии. В Лос-Анджелесе я не слышала от многих знакомых в Лос-Анджелесе, которые мне говорили, что не о них, они классные. Это сейчас не реклама в Лос-Анджелесе, действительно, мне так говорили. Я не придумывала, я прям изучала их сайты. Но я была очень влюблена, когда мы сюда с тобой пришли, я прям выразила это лично тебе, что очень мало оборудования. И я так понимаю, что в целом не обязательно, когда у тебя просто оснащена студия всем подряд. Это не говорит о том, что ты запишешь хуже человека, лучше и так далее, что в целом ты можешь и с таким небольшим оборудованием записать. Ну да, ты можешь записать. Но, допустим, если мы берем большую студию, во-первых, чтобы такую студию открыть, это миллионы долларов. Чтобы такую? Нет, чтобы открыть студию большую, там, с большим там СССР, для того, чтобы тебе там записать, допустим, там оркестр, да. Вот, ты не запишешь его здесь, правильно? То есть там есть большие определенные лайф-румы у них, да. И это, во-первых. Во-вторых, здесь, допустим, здесь один микрофон. И здесь там вот это все стоит, как есть, и все, да. А если мы идем в такую большую студию, там, Paramount, допустим, ты, допустим, можешь попросить, мне нужен вот такой, допустим, там, компрессор, вот такой преамп, вот такой микрофон, а там каждый микрофон по 10-15 тысяч долларов стоит. Вот, и каждому артисту, ну, нужно, знаешь, разное свое оборудование. Кому-то нравится одно, кому-то нравится другое, но в основном для того, чтобы тебе вообще записать, тебе нужна обычная звуковая карта, мне нужна микрофон, компьютер и наушники, по сути. То есть тебе не надо даже, ну, колонки ничего не надо. Ну, я так понимаю, что условно поп-музыканты, рэп-музыканты, они записываются как раз, ну, часто на таких студиях в том числе. Да он белялишь, записывать дома со своим братом. Вот, и вообще об этом лучше поговорить. Нужны ли в целом студии? Ну, то есть нужно ли тратить деньги, приходить, искать кого-то, чтобы тебя записали? Или ты можешь чуть-чуть заморочиться, все сам узнать и записать, как многие сегодня делают? Можешь. Ну, а тогда зачем эти студии существуют? Что, ну, условно, у них есть какая-то магия, зачем они нужны? И они же работают, они же востребованы. Ну, да, большинство, большинство просто артистов, вот, им не нравится просто дома записываться. Потому что, когда ты приходишь на студию, у тебя есть определенный какой-то vibe, да, ты чувствуешь какую-то атмосферу. Ты уже чувствуешь себя артистовым условно? Ну, это твоя атмосфера, ты меняешь, знаешь, ну, не всем людям нравится работать из дома, правильно? То есть кому-то удобнее там пойти куда-то, да, и там что-то делать. То есть мне лично, я могу записываться дома, но мне нравится, когда у меня есть там свое помещение, потому что у меня есть своя студия, то есть приватная студия. Вот, но, да, то есть я бы, я бы куда-то пошел бы, вместо того, чтобы просто сидеть дома записываться. Но, по большому счету, да, ты можешь сам офис все научиться там, как записываться, бала-бала и все. Как часто вообще сюда приходят записываться, насколько ты знаешь, и кто именно, не имею в виду, какая категория артистов? Ну, по сути, в студии как работают, есть две категории клиентов, да, разных. Есть клиенты, которые приходят с лейблов, и независимые артисты, которые не подписаны на лейбл. Независимые артисты, они все очень бедные, и иногда у них просто не хватает даже денег, чтобы пойти записаться. Ну, об этом и речь, да. Да, да, да. Может быть, тогда и стоит самому поучиться, чтобы не тратить там тебе 50-300 долларов за час сработать. Это все, да, тоже все зависит, как бы, у кого ты будешь учиться, как ты будешь учиться, это все, у тебя должен быть подход, то есть нету right way, wrong way, скажем так. То есть, там, вот, когда там что-то сводишь, и как ты записываешь, то есть, есть определенные какие-то маленькие стандарты, а все остальное, это просто твой опыт. И когда ты находишься на такой студии, и ты работаешь, ты встречаешь разных артистов, и ты учишься на них разных продюсеров, и получаешь какие-то знания. То есть, получается, студия сегодня равно нетворкинг, да, который сейчас? Конечно, конечно, я бы сказал. То есть, ты можешь использовать студию только до этого, не обязательно до того, ну, то есть, не сама цель просто записать классный трек, а сама цель познакомиться с этими ребятами, которые тебя научат потом самостоятельно записывать треки. А расскажи, пожалуйста, я ни черта не понимаю в этом обходовании. Да, да. Ну, опять-таки, мне казалось, что студия это что-то масштабное, но мы видим, что на самом деле это не так просто. Потому что, опять-таки, я была удивлена, что это Melrose Sound, о котором мне очень многие говорили, у них классный сайт, классное продвижение, я знаю, что очень многие артисты тоже работают с Melrose Sound, и поэтому я была удивлена, что здесь так мало оборудования. Расскажи, что и зачем, и если можешь примерно сориентировать, сколько это стоит. Ну, это iMac. Вау! Ты это знаешь, правильно? Это iMac, я не знаю, сколько оно стоит. Я имею в виду про музыкальные микреты. А форма – это просто питание, то есть перебой питания, ты подключаешь все свое оборудование, вот, ты можешь включать, и это 100 долларов стоит. Вот это. Это звуковая карта Apollo, это интерфейс. А, получается, самое важное, что это тебя… Да, ты конвертируешь аналог к диджитал, то есть у тебя идет аналог сигнал с микрофона, потому что это физически, правильно? Его конвертируешь сюда, вот эта тема конвертирует это в компьютер. Две с половиной тысячи. Неплохо. Ну, в смысле, для студии не так уж и дорого. Ну, все. Я буквально завтра собираюсь это покупать. Это у нас преамп, это у нас компрессор. Что они делают? Когда, получается, ты подключаешь микрофон в преамп, из преампа компрессируется вокал, и потом это все идет в звуковую карту. Ты можешь просто подключить сам микрофон в звуковую карту, и уже есть все электронные там настройки. То есть сейчас вот универсал аудиокомпания, там уже все, по сути, все электронно, тебе это даже не нужно. Но всегда аналоговое оборудование будет лучше, чем диджитал. То есть, получается, все это оборудование максимально очистит звук и приведет именно в тон, который мы потом слышим, когда получаем готовый трек. Ну, получается, вот это усиляет звук. То есть, по сути, микрофон подключается вот в эту штучку, да, в преамп, он усиляет звук. Компрессор, что он делает? Ты когда стоишь перед микрофоном, начинаешь, говори-говори громче, потом говори тише. Компрессор, он делает так, чтобы твоя звуковая луна не выходила круто, ничего, и все было ровненько. Чтобы не было вот этих перебоев звука, по сути. Ну, это так, элементарно, если объяснить. Не, ну, прикольно, на самом деле. В целом, если все это поставить дома, сделать, не знаю, поставить микрофон и сделать звукоизоляцию, то можно работать самостоятельно. То есть, запись, запись в основном, ну, зависит, конечно, если у тебя хороший есть интерфейс, это даже важнее, чем микрофон, мне кажется. То есть, интерфейс, это, ну, одно из самых-таки главных вещей, я бы сказал. А тогда нужна правильная комната. То есть, ты можешь поставить микрофон, вот даже у меня дома, да, стоит микрофон, но у меня очень большой длинный холл, да, и когда записывается, ну, слышен звук комнаты. Все внешние. Да, да, да. Если у тебя хорошая будка, как мы это называем, то есть, recording booth, вот, да, все будет отлично, все будет прекрасно. Ну, понятное дело, ты это записал только в вокал, да, вот у тебя есть вокал. Ты его записал, потом ты в программах уже дальше начинаешь его там сводить, два-два-два. А сводить что? Тебе надо слышать, что ты сводишь, правильно? А где ты будешь это сводить и слушать? Тебе нужна правильная комната, чтобы это слышать, потому что, ну, и все зависит. Ну, ты в наушниках огромных даже открывают, нет? Нет, в наушниках, как ты в наушниках услышишь низких частот, мы слышим от 20 герц до 20 тысяч герц, наши глаза, правильно? То есть, ты не можешь услышать в наушниках, вот этот бас и напор этого баса, там, на 20, там, на 30 герц. Короче, на наушниках, когда ты слушаешь и сводишь, ты так не сведешь, если у тебя, допустим, большая студия с большими, с большими, здоровыми, огромными колонками, да, мониторами с большим сабом, то есть, ты слышишь гораздо больше, чем ты будешь это слышать на наушниках. Ну, вот таких колонок достаточно? Ну, как достаточно, они, ну, по сути, да, то есть, по сути, да, но мы не можем сравнивать это с колонками, там, ATC, там, по 25 тысяч долларов. Эти колонки, это очень хорошие колонки, фокалы, думаю, вот одна студия, где-то 2,5 тысяч долларов, то есть, пара где-то 5 тысяч. Просто, условно, я не была до этого ни разу на студиях, в Лос-Анджелесе, потому что я сама пришла на студию, чтобы свою какую-то музыку показать, и вот второй раз с тобой, да, уже на другой студии. И могу, там, представление, не знаю, из Инстаграма, каких-то Ютуб-видео или фильмов, и когда ты видишь, что человек, условно, звукорежиссер сидит с наушниками, с наушниками сходит, у тебя такое представление, что он все слышит, собственно, в эти наушники. А ты мне сейчас рассказываешь, что нифига ты корректно, не сможешь ничего услышать, и даже если ты так работаешь, ты просто можешь искаженный звук дать, например. Да, ты сможешь услышать, но когда ты конкретно сводишь трек, когда ты записываешь, да, то есть, инженер сидит в наушниках, да, там сидит артист, я его записываю, я его записываю, я слушаю все в наушниках, и это чтобы просто, как бы, track vocals, как я бы сказать по-русски, не знаю, ну, не знаю. Окей, смотри. Ну, когда ты видишь инженера, который сидит и записывает все, и ты видишь его в наушниках, он просто слушает, ну, что он записывает, то есть, сам вокал, а потом, когда он уже записал вокал, и у тебя трек, который тебе нужно там свести, то это уже совсем по-другому все работает. В целом нет механики, не знаю, какого-то рецепта классного трека? Да, 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 нет. Ну, кто-то говорит, я не знаю, там, кто говорит, там, Слава, по-моему, говорит Слава Марлоу, или... А, да и Дор, по-моему, говорил в последнем интервью, Катя Гордеев, если я не ошибаюсь, ну, все-таки он чувствует, какой трек может залететь, какой нет, и знает механизм, как его сделать. Ну, ты чувствуешь. Тогда почему все артисты не взлетают? Ну, ты чувствуешь, ты чувствуешь, конечно, но, опять же таки, есть треки, там, вот он говорит, о, это суперпродюсер какой-то, это все в рэпе, там все одинаково, все продюсеры, они делают абсолютно то же самое, все биты, они абсолютно однотипные. То есть, это просто вот нужное время, нужное место и хорошие артисты, совпадение. То есть, получается, по сути, как в любом, ну, сейчас там, условно, блогинге, ты сначала набираешь аудиторию, а потом ей даешь свой продукт. То же самое и в музыке происходит сейчас, особенно в рэп-музыке. Конечно. Сначала набираешь аудиторию за счет каких-то других вещей, условно, может быть, а потом ты можешь продавать свои треки. Ну, получается, да, да. Окей, я знаю, например, лично ребят, которые там в Питере или в Москве занимаются музыкой, с звукорежиссурой и так далее, и они хотят попасть и заниматься этим здесь, в Лос-Анджелесе. Я знаю конкретные примеры, но поскольку я еще в эту тему не заходила, мне интересно рассказать им, с чего им начинать, если они хотят работать либо просто на студии, либо постепенно создать свою студию. Что им не нужно делать точно, и что им в первую очередь сейчас нужно сделать, даже если они находятся в России. Собирать деньги, ну а что ты можешь делать? Если будешь работать здесь с инженером, ты будешь получать 25 долларов в час. Ну, ты опыт наберешь, нет? Ну, ты берешь опыт, да, да. Ну, хорошо, вот они приезжают, у них получается только один путь сначала, ну, если без денег, да, потому что большинство все равно сюда приезжает, ну, 10 тысяч долларов они возьмут, этого же недостаточно будет, это уйдет в первое время. Что им эти, им просто в каждую студию стучатся и в любом случае хороших инженеров, я не знаю, может быть, хватает их, может быть, не хватает, они в любом случае найдут работу. Инженеры, ну, в основном все инженеры здесь, они сначала идут на интернатуру, они проходят интернатуру, то есть бегают там as runners, там приносят кофе, чай на больших студиях, если их туда берут, вот, и они там, как бы, часто набираются опытом, в основном они делают коннекты, вот. Но это мы говорим как инженер, не как продюсер, то есть это же разные тоже вещи, вот. А студию свою открыть, ну, они могут открыть свою студию здесь, приехать, там, снять помещение, наверное, нужно будет клиенты, их должен кто-то знать. А в основном в студийном бизнесе все клиенты приходят как word of mouth. Ну, что бы ты делал? Вот представь, ты приехал, у тебя нет, здесь знакомств, есть музыкальные знания, ты можешь, не знаю, создавать треки, ты можешь все сводить, что бы ты делал? Понятно, что у тебя сейчас есть и знакомство, и опыт. Просто я хочу дать какой-то совет ребятам, которые смотрят, вообще не понимают, как здесь действовать. Ну, если они хотят стать там инженером, и они как-то хотят зарабатывать, они приедут сюда, если они видят инженера как профессию, то им придется проводить 12 часов на студии. Просто, ну, днями... Просто приходить в любую студию и устраиваться туда на любую должность, которая там будет, специально, чтобы просто туда попасть? В основном это раннер, да, да, да. То есть они приходят на студию, если им там все нравится, у них хорошее резюме, их берут, и они как раннер, они просто бегают, даже, может, бесплатно они это делают сначала. До того момента, как они там не пробудут какое-то время, их потом возьмут как инженеры, и потом они получают там 25 долларов в час. Вот, а это если ты инженер, если ты продюсер, и ты приезжаешь сюда, что тебе делать? Да ничего, нету как бы совета, как бы, это же все очень... Это игра, это как лотерея. Блин, как-то грустно, но, блин, если человек, у которого есть талант и есть желание, не может сразу, не знаю, как-то залесеть? Ну, если у тебя есть талант, то твою музыку услышат, рано или поздно. Если ты талант, если ты как продюсер и артист, да, то есть ты там, если ты артист, да, ты просто должен, ну, я думаю, выпускать много материала постоянно, и, как бы, если у тебя аудитория американская, на американскую все русская, то русская, как бы, вот, ты говоришь, что у тебя есть знакомые, которые сюда приедут, да? Ну, думаю, нет, но они занимаются звукорежиссурой, они сводят там треки, они всегда создают, да. Сводят треки, вот сведения. Да, 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 ну, вот так же по сведению, то есть, нужны клиенты, то есть, нужно набивать клиентов, приходить на студии, общаться с людьми, знакомство. То есть, самое-самое важное в этом всем, это просто знакомство. Без знакомства, ну, как бы, если у тебя есть талант, если у тебя есть талант, это отлично, но если у тебя нет знакомства, ну, без знакомства ничего не получится. Потому люди будут приезжать постепенно, приходить на студии, общаться, знакомиться, вот, ну, Мелроу Саунд, там, или еще какие-то наши другие большие студии. Угу. И все, и получать просто опыт, знакомство, и оттуда потом набирать себе клиентов, и получать деньги за сведения треков или за запись. Окей. Ты сказал, что ты занимался созданием альбома для Киевс Тонера. Ты вот недавно записывал, помогал в записи треку Артику. Он потом с Ханой выпустил трек. После этого я знаю, что у Тонера тот же Байса сюда приезжал, Джахалиб сюда приезжал. Многие российские и украинские артисты приезжают сюда, чтобы записывать музыку. Вопрос, что у нас негде это делать, почему они сюда приезжают. Здесь же в разы дороже, чем у нас. Кто такой? Я спрашиваю, и мне интересно, потому что часто артисты сюда приезжают, чтобы записываться, но при этом выпускают все равно на русскую аудиторию. Я не думаю, что они приезжают сюда, чтобы записываться. А что тогда? Ну, с вами тот же Артик, почему он не мог записать в России? Ему просто позвонили, с Black Star сказали, что надо быстро записать. А, и он как раз в этот момент в Лос-Анджелесе записал. То есть нет такого, что российские звезды сюда приезжают, чтобы, не знаю, в индустрию окунулся и записать именно здесь. Нет. Я не думаю. Ты разрушил мой миф. Ну. Потому что все равно я наблюдаю периодически в инстаграме. они, когда приезжают, они стараются куда-то сюда прийти. Просто я не понимаю, это для имиджа, больше для инстаграма. Поработать, может, да? Поработать, может, с артистами американскими? Ну, как будто бы нет каких-то коллабораций больших. Но есть выходы на студии, например, есть сторис из студии, есть видео какие-то, что они вот здесь записываются. Возможно, я предполагаю, это больше имиджевая история для российской аудитории, что этот трек более качественный, потому что я записала в Голливуде. Я не думаю, я не думаю. В основном все артисты приезжают сюда, они ведут концерты здесь, зарабатывают деньги. Вот. А в свободное время, да, они, может, там придут на студию, там просто отдохнут, там что-то поделают, что поработают. Вот. А так все приезжают просто отдыхать сюда. О, Настя. Наш... Наш... Это... Костя, 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 ты пришел? О, Костя, очень приятно. Я вас прослушала. Запись, запись, запись. Ничего страшного, можно присоединиться. Это тоже класс. Иди, иди, присоединяйся, присоединяйся. А, он же все равно. Мы оккупировали вашу студию, спасибо за то, что приняли класс. Вот, пожалуйста. Мы сейчас максимально покупаем свои отставки. Это... Это Костя. Я была уделена, что здесь так мало оборудования, потому что я, во-первых, была в студиях, где очень много оборудований. И условное представление. Я записался на студию. Ты не выкашиваешься, ты пришел, и там просто сверкает все это аппаратура. Ну, это старые студии, которые они строились в 90-х, в 2000-х годах. И в то время, да, многие артисты не любили записываться. То есть через каждую диплом, через дорожку они записывали через, называется, SSL-борда. У нас есть все, чтобы просто записать вокал. Потому что, когда мы открывали студии, мой партнер, он был главным инженером такой компании, называется «Атлантик», «Возер Мюзик». И он сказал, что нам много этого не нужно, потому что у них это все стояло оборудование, которое стоит, там, иногда 300 тысяч долларов может стоить, просто это только одна штука, там, колонки по 100 тысяч. Ну, оно, в принципе, не нужно. Потому что у нас своя клиентура таких студий уже полно в LA. То есть они могут в любое время пойти их снять. Поэтому ты видишь так. То есть просто все, что нужно для записывания здесь есть. Если чего-то не хватает, есть rental companies в LA. Мы им звоним, они привезут тебе любой микрофон, там, в который, там, Майкл Джексон делал, там, или еще кто-то. То есть все, что угодно может присоединиться. Вау, классно. Ну, в целом, вы можете договорить, условно, ваш человек может пойти в другую студию и там записать, например, «Ждите, если ему важно работать с кем-то из ваших». Ну, там, с вами, например. Ну, я сейчас фантазирую. Да-да-да, типа того. Окей. А сколько вообще, если не секрет, стоит записать трек? Может быть, варьируется цена на такой студии и на студию такой огромный? Просто для сравнения. Ну, время паразит. Допустим, смотри, у нас стоит 8 часов 500 долларов. Это под любви с инженером. С инженером тут будет стоить 800. Что инженер даст? Инженер только сидит и записывает твой вокал. Все делает, потому что артист находится там, понимаешь, в будке, где-то записывает. А инженер сидит и все делает, руководит всем процессом. Ну, а условно, без инженера я же не запишусь. Ну, инженеры, которые могут сами себя записывать, они могут поставить себе микрофон, вынести его сюда. А, они просто арендуют, как будто, да? Да, просто в студию. Ну, да, то есть потом. Нет, потому что один трек кто-то может за 8 часов написать 5 треков, кто-то может и половину записать. Ну, вообще, 100 долларов в час с инженером, это не так дорого. Я думала, что там под 300. Нет, без рождения. На той студии, про которую ты говоришь, там стоит, допустим, 250 долларов. Да, 250 долларов. Без инженера. В два раза дороже. То есть, да. Ну, по сути, на выходе я получаю одно и то же качество. Ну, типа того, да. Чем платить больше, да, хотелось? Ну, посмотри, туда приходят, допустим, артисты. Потому что мы работаем на связи с процентами клиентов. Это большие компании. Warner, Sony. Да, Label, да? Которые к вам приходят? Да, Label. И многие студии уже артисты там наглые. Мы хотим пойти туда. То есть это исторические, сложившиеся, знаешь, моменты. То есть такое. Вот. Классно. Мне очень интересно. Потому что я думала, что магии не случится, если будешь записываться вот здесь. Нет, случится. Здесь представлены. Да. Все хиты были сделаны. Кстати, эта студия еще достаточно новая. У нас еще здесь много чего не пытается. То, что должно быть. Вот, допустим, здесь вот, если видишь, цена. Там будет окно. Да. Потому что они специально заказывают, что заказывают. И сейчас корону это будет. М-м-м-м. Так просто поставить. И сейчас они... Сколько стоит такое окно установить? Три тысячи долларов. Три тысячи долларов. Три тысячи долларов. Одно окно стоит. Ну фигеть. Сталины. То есть, в принципе, здесь все без звука изоляционного. Крыша, подпол, стены. Все монстры расставляет. Ну, только оставил. Перераные все, как сказать, изюминки, чтобы как-то для людей видеть. Как-то для прикола. Ну, вообще прикольно. Вот. А вы думаете, нужно сейчас вообще приходить на студию записываться или можно все дома сделать? Ну, можно и дома сделать. Можно и саму записывать. Точнее, можно на студию прийти. Многие приходят на студию, потому что они хотят, как сказать, ну, когда ты сидишь дома, за людьми записываешь. Вайп, вайп. Да. Аплосфера тоже, наверное, то, что, как мы загонимаем, тяжело. То есть, ну, и приход на студию обычно. Сейчас, после, никого нет. Но, обычно, пополнено это здание. То есть, в будущем, по-другому, там, в полной. То есть, в нейтворк есть. Ну, не знаю. Ну, а вы не почувствовали за последние несколько полезных какой-то отток клиентов, что меньше стали записываться? То есть, карланты меньше нет? Нет. Я имею в виду, что технологии развиваются, и все доступнее становится, и все могут спокойно купить мак и записывать. Нет. Ну, с каждым годом прибыль все больше. Единственное, в 2021 году была прибыль такая же, как в 20-м. А в 20-м, два с половиной месяца мы не работали, но прибыль в 21-м году была такая же, как в 20-м. Да. Ну, чуть больше, потому что меньше в 21-м году, потому что, ну, безусловно, были эти коронавирусы, так что было. Окей. Супер. Кость, спасибо большое, что вы так присоединились к нам, вы летели в наш разговор. Знаешь, всегда принято вообще российскую музыку хейтить, потому что у нас, ну, типа украинская музыка, да, музыканты прорываются, всех постоянно хвалят, российских звезд так не хвалят, не выделяют, они делают классную музыку. Почему так происходит, почему все-таки наша музыка, даже, блин, я недавно заходила в топ-100 у Раша, это трэш, трэш просто. Я начал слушать русскую музыку только когда я сам начал делать эту музыку русскую, то есть я там записывал, продюсировал, бла-бла-бла, потом я понял, что ты, блин, уже записывал этих всех там известных чуваков, на которых там наш рынок там равняется, бла-бла-бла, почему я сам не начну делать. Вот, и когда я начал писать музыку эту русскую, именно я сам как артист, я начал слушать, вот. То, что у нас. Да, то, что у нас. Ну, я не знаю, почему кто хейтит, как бы, ну, знаешь, на каждую музыку я свой, ну, слушатель, правильно? То есть, ну, соответственно, кому-то это нравится, наверное. Ну, тебе нравится? Русская музыка? Ну, не вся. Что ты слушаешь? Ну, и в рэпе, в русском рэпе. Да. Честно, я вообще сейчас музыку не слушаю. Я сам просто ее создаю, и я кайфую от этого очень сильно. А почему ты не слушаешь, ты не хочешь портить себе, условно, ну, не в курсе, ну, знаешь, есть насмотренность у стилистов, например, или еще в каком-то деле. А когда ты набираешь опыт просто смотря на то, как профессионалы какие-то выполняют. Ага. Почему ты не хочешь слушать русскую музыку сейчас? Ну, я слушал много, я слушал много тоже там русской музыки или американской музыки, но я сам ее создаю, зачем мне слушать кого-то, если я сам могу, ну, сделать что-то. Чтобы понимать, какой конкурентный рынок, не конкурентный, с кем вообще ты выходишь потом на Spotify, Google Music, понимать вообще, какие ребята рядом с тобой могут встать. Да, я просто, получается, прослушаю один раз, я пойму, что что делает, и мне больше не надо. Я сразу все понимаю, о чем, блядь. Ну, я все-таки хочу добить тебе нравится то, что в российской музыке происходит в большинстве своем или нет. Особенно то, что в чартах. Ну, музыка мусорная, она вся об одном. Ну, да. А здесь американский хип-хоп не об одном же? Ну, я только знаю по клипам американский хип-хоп, когда одинаковые клипы просто меняются артисты. Так и тема тоже самая, то есть ничем не отличается. Если мы берем, если мы говорим в целом о музыке, да, не о хип-хопе, то это другой разговор, как бы, здесь есть, конечно, кайфовая музыка, там, поп, вообще топ, там, там, Джастин Бибер, Шве, там, DJK, там, ну, там, сумасшедшие бюджеты. Там наши столько не тратят на альбомы. Ну, и, получается, все дело в том, что наши просто не вкладываются в создание музыки, в продажу? Не то, что, просто я бы не сказал, что у нас есть плохая попса, у нас есть хорошая попса. Есть прикольные треки, которые можно так послушать один-два раза, вот. А то, что хейтят, там, вот, вообще, эти топ-чарты, ну, я не знаю, что тебе сказать по-каку. Окей, хорошо, смотри, ты занимаешься музыкой в Лос-Анджелесе. Ты очень много треков записывал американским артистам. Почему ты начал записывать свои на русском? На русском. Просто это так странно, все пытаются, наоборот, записывать на американскую сразу аудиторию. А ты заходишь с русским треком, при том, что у тебя большинство друзей живут здесь, и они могут тебе помочь как-то расшарить здесь твою музыку, но ты все равно на русском привет. Я пробовал по-английски читать, я понял, я никогда в жизни не зачитаю как Tony One Savage. Никогда. Я не зачитаю никогда как Мигас. Я никогда не зачитаю как черный. Ни один белый не зачитаю. Eminem это была революция, он был единственный. Сейчас Jack Harlow тоже белый, но он тоже прикольно читает, но все равно он не так как Eminem. Eminem все время просто, ну, бам, белый чувак в черном рэпе. Потому что все оно пошло получается от черных. Правильно все, весь рэп изначально. Потому зачем мне лезть? Я читал, я пробовал. Есть пару треков, я много треков делал по-английски, сам исполнял. Прикольно, но я не хочу лезть туда. Зачем мне брать и портить культуру? У меня никогда этого не будет, понимаешь? Потому что я никогда не рос в том, где они росли. Да, несмотря на то, что у тебя все равно 10-летний опыт общения, язык совершенно отличается от нашего языка. Не то что, извините, я понимаю, то есть я всех понимаю, но то, о чем они говорят, я не смогу говорить. А, то есть важна еще и культура, какой-то сленг и так далее. Ну, конечно, а как же эти все треки, ну там, конечно. Никогда не записывала на английском рэп, поэтому, извини, не могу поддержать. Да, да, да. А по-русски почему я дальше? Ну, потому что я понимаю, что по-русски классно получается, это лучше получается. И это получается, как будто я, когда я читаю, как будто я черный, но белый исполняю. Ну, когда ты слышишь, и даже когда вот там мои артисты, они слушают, американцы, они слушают трек, а я читаю по-русски. Они просто не понимают, они чувствуют, как будто я читаю по-английски, только я читаю по-русски. То есть сам флоу и подача, как я чувствую. То есть получился тебе этот опыт, который ты взял, работая с ними, дал тебе возможность делать качественнее, чем, например, у нас в России парни записывают треки. Да, да, да. Я не знаю, в России по рэпу скриптонит для меня, это, конечно, он принес что-то новое. Потому что я ничего не приношу нового. Я делаю то же самое, что и все остальные. Я просто это делаю хорошо. Ну, и как бы создать что-то новое, ну, конечно, все стремятся к этому. Но уже практически все создали. Ну, пять процентов, может быть, есть у тебя возможности что-то новое создать из 95. Так же самое, что все голливудские фильмы переделывают ничего нового 30 лет назад. Только 30 лет они копируют то, что было 30 лет назад. Только как-то ремейк делают. Ну, а вот ты выпустил недавно трек. Как ты оцениваешь вообще, он зашел или нет? И, может быть, ты чем-то недоволен тогда чем? Да, вообще, я... Или ты делаешь просто for fun? У тебя нет задачи стать каким-то супер-артистом в этом плане? У меня, знаешь, я просто хочу, чтобы то, что я делаю, услышали другие люди. И просто это нужно делать постоянно. А там трек зашел или не сшел, у меня нет никакой аудитории русской как артиста. То есть меня там знают здесь как продюсера, а там меня никто не знает как артист. Ну, тебя это не пугает выпускать трек? Это же очень тяжело потом продвигать. Конечно. Ну, конечно. Ты просто постоянно выпускаешь трек за треком, трек за треком, трек за треком. Набираешь аудиторию. Трек за треком, трек за треком. Сейчас выпишем быстренько что-нибудь здесь. Вот. И набираешь аудиторию. Набираешь постепенно аудиторию тоже. Там вкидываешь, там рекламу, там ВК, там промоушн, вся эта тема. Вот. И все. И надеешься, что когда-то у тебя это получится. Так живешь. А как ты считаешь, ты лучше как музыкант, как артист сам или как все-таки продюсер? Это очень интересный вопрос. А ты же можешь реально оценить себя, не знаю, если у тебя есть какая-то адекватная критика от того, что ты делаешь? Я думаю 50-50. Это сильно ты сейчас. То есть, получается, ты себя оцениваешь одинаково. Как артист. У тебя больше опыта как продюсера, чем как артиста? Ну да, потому что все это время, когда я был как продюсер, я же тоже постоянно работал с артистами и это все слышал. То есть, если бы я этого не делал, то это бы мне не дало то, что я делал как артист. Потому здесь, ну, когда у тебя же есть большой опыт и ты становишься артистом. Правильно? Да. То это гораздо проще уже сделать. Вообще музыка, когда ты слышишь музыку, потому что ты не слышишь то, что вот все... Очень много продюсеров потом, которые становятся артистами, они очень классными артистами и популярными становятся. Потому что они работали, они не знают, как создать это с нуля. Вот. А когда ты просто артист, ходишь там... Ты можешь половину не знать. Да, начал читать, конечно. А когда ты продюсер, ты это все, ну, получается, выучил прямо с самого начала. И ты знаешь, когда все создается. Потому это гораздо проще. Ты больше чувствуешь музыку, больше чувствуешь ритм. Потому что, ну, быть артистом там все, особенно реп артистом, это то, насколько ты классно слышишь там какой-то бит. И насколько ты можешь, ну, понимаешь, на него залететь, получается. То есть это нужно чувствовать. Окей. А, типа, есть любимые исполнители или кого ты считаешь, может быть, экстраординари в музыкальной индустрии нашей и американской? Может быть, мировой в целом ты назовешь двух артистов, и они просто представляют мировую индустрию? Ну, наши, вот в рэпе, в рэпе, опять же таки будем говорить, скриптонит для меня, вот, он принес что-то новое в музыку, в рэп вообще. То есть он что-то создал новое, все остальное, ну, я не знаю, я никого не могу. Как говорится, жалкая копия. То есть, получается, всей мировой индустрии ты можешь выбрать только скриптонит? Нет, 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 это в России. Окей. А здесь какие-то гениальные музыканты. Ну, я не знаю, мое вдохновение, там, допустим, когда я начинал заниматься продюсером, был Scott Storch. Для меня это просто легенда. Ну, и до сих пор получается. Да. Ты можешь ориентироваться. Scott Storch просто вообще топ. Знаешь Scott Storch? Нет, знаю. Ну, ты послушаешь столько. Я просто, я и рэп. Рэп. Это очень далеко, да? Ну, Ростовский рэп, это очень близко. Василий Михайлович. Василий Михайлович, Каста, Владимир и все остальное. Это я. Да. Вот, а все остальные артисты, конечно, я далека от этого. Ну, понятно, какие-то артисты топовые российские я знаю и украинские. Но, что касается американской музыки, особенно рэп-музыки, и не очень. Плюс мне не очень нравится, когда я, знаешь, работаю с операторами, например, с несколькими разными, и я вижу, что они снимают для рэперов, какие клипы они снимают. Это самые, мне кажется, частые заказы у них здесь. И это настолько все одинаковое. Ну, да. Мы даже смеялись. Там девочка говорит, да вспомни, мы снимали у бассейна клип для такого и такого. Он говорит, в смысле, это каждый клип для любого артиста. Бассейн, девочки, машины. Да. Все на этом ограничивается. Конечно. Поэтому, как будто бы мне скучно. Ну, да. Все одинаково. Сейчас вся музыка одинаковая. Топ-чарты практически все одинаковое. Макс, расскажи вообще, что происходит в этой будке. Ну, понятно, что это микрофон. Не знаю, все поймут. Но как называются эти штуки? Звукоизоляционные пэды, или как их называют? Звукоизоляционные пэды. Ну, они должны быть повсюду, на каждой вообще стене по-хорошему. Или достаточно вот такого количества? Все зависит от самого как бы материала, который тоже на стенах. То есть некоторые... Не обязательно, чтобы вот эти пэды висели. То есть может быть так, что сами стены построены так, что по определенной технологии, что тебе уже не нужны эти пэды. Но здесь, поскольку такие питч, ну, да, они повесили... Создают эхо. Да, да, да. Ну, да, тут очень большой эхо. И это, получается, убивает вот это эхо. И больше становится звук, ну, сухой получается. А сколько стоят такие пэды? Ну, примерно? Я не знаю. Вот эти как-то на заказ. Ну, на самом деле, вот набор вот таких, по-моему, шесть пэда. Ну, не конкретно таких, но там, по-моему, пятьсот, шестьсот долларов. Что-то такое, там, двенадцать штук. А, да ладно. Ну, это недорого, получается. Можно в целом снять ван бедрум и бедрум сделать. Ну, можно, можно, да. То есть есть просто поролон, да, как используется. Чёрный такой поролон. То есть он там подешевле. Есть акустические специальные, вешаются такие на стену, как платформы. Я не знаю, как это назвать. В специальном... Никогда не видела такие вот деревянные штуки. И в них такие формочки. Никогда не видела такое дело. Ну, в общем, да. Это тоже использована в студии, да. Но это уже там next level, next level shit. Ну, это очень дорого стоит. То есть сама изоляция, чтобы построить комнату, чтобы она была хорошо звук... И... Изоляционный. Ну, да. Ты, короче, меня... Это очень дорого, да. Сказывать, что ты давно не живёшь в России. Да, да. Я живу... 10 years. Так, говори по-русски. Ты это переводить потолще ещё. Да, 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 да. Ты это переводить потолще ещё. Свою историю. Вот. И, да. А что, больше ничего не надо? А расскажи микрофон. Во-первых, что вот это за история? Это то же самое, что просто подавляет шум. Вот с этой стороны. Серьёзно? Она вот так наполовину? Ну, так она не должна быть вообще. А, по идее, её надо немножко поднять выше. Вот. И микрофон опустить сюда, чтобы микрофон здесь стоял. Но это тоже используется... Это тоже подавляет звук? Нет. А это фильтр. Это поп-фильтр. Это очень важная, на самом деле, темка. Есть два разных фильтра. Есть металлический, есть нейлоновый. Вот это нейлоновый. Разница? Вот. Металлический он будет пропускать... Это некоторые... Вот, когда ты говоришь, бреёшься, да, всегда микрофон... Я обычно так и делаю. Так, все так делают, когда ты говоришь. И получается, здесь же есть этот... Как он называется? Капсула? Капсула, которая внутри микрофона. И когда ты говоришь, постоянно и читаешь, если ты без этой штуки будешь делать, то у тебя будут попадать вот эти все твои там плевки, шмутки. И очень будет слишком... Ну, во-первых, ты можешь повредить микрофон. И это будет слышно на записи. То есть, это очень важная тема. И еще важно положение пап-фильтра самого. То есть, как ты его запишешь, насколько ты далеко ставишь. Ну, хорошо. Вот если я поставлю вот так... Ну, это не имеет никакого... Мой голос будет просто не слышен? Нет, будет слышно. Тебе нужно будет тогда сделать больше гейна на этом... Ну, так... Что такое гейн? Гейн это... Я не знаю, как это привести. Что он делает? Ну, гейн усиляет сигнал. А, окей. Ну, просто получается, будет плохо слышно. Если ты меньше делаешь, меньше гейн. То есть, ты меньше чувствительный будет микрофон. Хорошо. Поставь тот правильно должен. Ну, в принципе, он стоит более-менее правильно. То есть, чтобы это было не параллельно. Чтобы это не параллельно было немножко так под углом. Вот. Немножечко под углом. Вот так, в принципе, нормально. Все зависит от микрофона тоже. Это конденсорный обыкновенный микрофон. То есть, это не тюб-микрофон. Есть разные тоже виды микрофонов. Я не хочу углубляться в это. А я хочу. Подожди, давай коротко расскажем, как выбрать микрофон. Ну, например, я пишу попсовую мелодию. Ага. И хочу записывать просто обычные песни для девочек. Какой микрофон мне нужен? Но при этом я хочу, чтобы все это залетало на Spotify, на Apple Music. Это очень, ну, нельзя так сказать. Потому что, ну, все зависит от того бюджета тоже. То есть, если ты говоришь, я хочу записать попсу, и у меня бюджет там тысячи долларов. Там до тысячи долларов есть какие-то модели микрофонов, которые достаточно популярные. Достаточно всех их знают. Вот. И так ты можешь, да, там, взять выбор. А если у тебя бюджет там 10-15 тысяч долларов, то это уже другой микрофон и другое качество. Но есть разные виды микрофонов. То есть, есть микрофон, который отдельно с питанием, он тубовый. То есть, там лампа, которая охлаждает. Короче, там, это очень глубоко. Я не хочу даже разогреть. Но если говорить про этот микрофон. Про какой? Ну, вот, который стоит сейчас перед нами. Что это за микрофон? По-моему, как-то называется Люси, я даже не помню, как он называется. Насколько он может ставить? Ну, 400 долларов может ставить. Как-то все супер недорого получается. Ну, да. Мне казалось, что сделать студию нужно, там, 20 плюс. Тысяч. Ну, да. Ну, так ты посчитай, вот это все, что там стоит, вот и получается 20. Ты сейчас мне за кадром рассказывал, как, что ведет из этого микрофона, куда как-то работает. Да, да, да. Давай повторимся теперь не только, чтобы это сохранилось в моей памяти. То есть, там мы видели конденсорный микрофон. Конденсорные микрофоны всегда работают, им нужен фантом пауэр. Называется вот 48 Волт. Что это? Фантом пауэр, ну, питание. То есть, без него он не будет работать, по сути. Ты для чайника себе это объясняешь? Это вот объяснить, как я объясняю для чайников. Суть про мне подходит. Да, да. Вот. А есть микрофоны, которые идут со своим питанием, и им не нужно включать вот, да, на приусилителе это питание. Вот эта кнопочка 48. Везде. Вот это и есть это питание. Вот. И чему это говорил? Когда вот мы ставили этот микрофон на вот тех тубовых микрофонов, называется Tube Condenser microphone, который со своим питанием. Если ты вот этот поп-фильтр очень близко будешь ставить, и будешь много в него там кричать, говорить, то он может просто сломаться. Такое нежное чувствительное питание. Да, да, да. Потому что тот тубовый микрофон, он дает очень, в основном все Tube microphones, они очень теплые. Они дают очень такой теплый, классный, такой приятный очень звук. Конденсорные, они не так звучат. То есть, просто есть разные типы микрофонов, потому если ты там хочешь записаться, у тебя все отталкивается от бюджета. То есть, есть хорошие варианты, есть хорошие микрофоны. Вот. Один из моих самых любимых микрофонов – это C800 Sony. Вот. Но его сейчас невозможно купить. То есть, его не производят, его невозможно купить. И он стоит на рынке, на вторичных рынках там 20 тысяч долларов. Только из-за того, что его невозможно купить, они поднимают? Да, да, да. И я, допустим, взял копию микрофона точно такой же. Он 90%, идентичный. Ничем не отличается. В 10 раз дешевле. Ну вот, видишь, а ты говоришь, что нельзя купить. Ну, можно. Я говорю, да. Это все зависит от того, что ты, как бы, ну, хочешь и смотришь. То есть, конечно, он все равно не будет точно-точно-точно так же звучать. Но за это точно-точно-точно переплачивать 15 тысяч долларов, ну, как бы, это… Давай коротко расскажем, вот если я хочу сделать свою студию, что мне для этого нужно, какое мне нужно здание, если я хочу, да, реваренду взять себе, мне нужно обращать внимание. И главное, вообще, есть ли смысл, потому что конкуренция, кажется, да, в Лос-Анджелесе огромная. Большая, да. Ну, смотри, все зависит также от бюджета этого. Если ты начинаешь вот с нуля, да, ты не знаешь, ты ищешь вот маленькую комнатку-помещение, есть здания, в которых сдаются маленькие комнатки, там, от тысячи долларов до, там, двух тысяч долларов. Дву с половиной тысяч долларов, да? В основном я обращаю внимание, чтобы рядом не было, там, условно, чего-то, или какие основные требования у меня должны быть к этой комнате. Или я могу и так потом звукоизолировать, но мне в целом все равно, хоть там стройка будет сзади. Ну, тоже все зависит от здания и от того, кто, типа, сдает и как он построил это все. То есть, в основном, все забивают на это и просто они ставят вот такие пэды, и все. И получается, вот у тебя есть комнатка маленькая, а рядом еще одна комнатка, и когда кто-то там играет музыку, у тебя это слышно. Ну, когда ты микрофон, когда ты записываешься, там, в самом миксе, это даже, может, не так будет слышно. То есть, ну, люди очень относятся к этому, ну, так, всем пофиг. Люди? Да, вообще, вообще здесь, вообще, всем как бы, ну, всем пофиг. На качество? Ну, да, всем пофиг. У нас заморачиваются гораздо больше, чем здесь. Серьезно? Да. А расскажи про конкуренцию, условно, как мне тогда находить артистов, как мне работать с лейблами, если лейблы уже приходят сюда, приходят на какие-то большие студии, как мне им выйти, что мне им такое предложить, например? Конкурировать, как студия, да? Как студии. А, ну, все начинается, все начинается, как, со школьного звонка, с первого этого. Первый шаг, получается, тебе нужно понять, какие у тебя будут клиенты. То есть, там, когда я открываю студию, у меня это будут независимые клиенты, да, там, независимые артисты, у которых мало денег. Соответственно, я буду брать меньше денег с них, и потом они будут ко мне приходить, они запишут, что им понравится, они скажут своему другу. У тебя будет кучка независимых. Независимых маленьких артистов, да, которые будут приходить, существовать, я буду получать, там, от пяти до десяти тысяч долларов в месяц. От пяти до десяти, конечно. Ну, ты сейчас так, получается, делаешь. Да, если можно, ну, я сейчас, вот, у меня тоже, помнишь, мы в прошлый раз были на моей маленькой студии, вот, ее сейчас закрыли, я переезжаю в другое помещение, вот, ищу помещение, но так, да, если ты постоянно пишешь людям, то есть, я беру, пишу просто людям в Инстаграм. В ручной, получается, ты просто пушишь всем подряд. Пушишь всем, но без меня бы это не существовало, то есть, люди приходят ко мне на студию, не потому, что вот эта студия, звукозаписывающая, там, вот, как вот Мэлроу Саунд, да, они приходят, потому что есть я, и они хотят работать со мной, то есть, я бы, пришел бы сюда, бы, поработал бы, ну, понимаешь, то есть, разницы. Ну, хорошо, а если ты хочешь большого артиста, что ему предложить? Сказать, что я вас бесплатно записываю? В большом арти... ну, такие случаи тоже бывали, да, когда достаточно большие артисты приходили, в основном они, да, записываются, ну, ты с ними работаешь за бесплатно, да, это нормально. Ну, это договоренность, что они потом тебя расшарят? Да, никто никому не будет шарить, просто ты поработал, и все, посчитаешь, что вот, молодец. Ну, а потом-то как-то мы можем антизировать, условно использовать для себя, а то и, не знаю, моим инстаграмерам... Это все зависит от personal relationship как-то по-русски. Ну, а просто от своих отношений. От отношений, да, да, то есть, у меня там были артисты, которые, там, вот, там, в плате control, да, которые с ними работали, там, с мигасами. Мы сначала с ним встретились, что-то пообщались, мы записали один трек, он его взял себе на альбом, да, а потом у нас построилось определенное отношение, и после этого мы там записали просто, ну, там, 10-15 треков у меня с ним, с человеком, и я их сам уже выпускаю. И я даже ему ничего не даю, ни процентов, ничего. И, как бы, всем окей, that's fine. То есть, это все relationship, это все зависит от того, ну, с кем ты будешь. Если это большой артист, возьмем, давай, там, я не знаю, кто там, Кронос, какой большой артист у нас есть. Beyonce, правильно? И больше некуда. Да, больше некуда, да, ну, с Beyonce, понятно, это немножко другой расклад будет. И Beyonce к себе на маленькую студию, ну, она у нее сама есть, дома студии. То есть, такие супер-супер большие артисты, они сами дома пишутся. Почему? Они не хотят никого видеть. Ну, представляешь, Beyonce приходит на Мэрл Саунд. Ну, не на Мэрл Саунд. Ну, даже на Мэрл Саунд. Да, но не все даже, вот, Drake, у него тоже дома своя студия. У всех больших артистов. Ну, твой звукорежиссер, свой Е. Все, конечно, все свое, очень-очень-очень private. Никто никого, ну, ты понимаешь, то есть, когда, вот, у меня есть знакомая, там, другая студия, NRG, там, другая студия, вот, как ты представлялась, с большими пунктами, там, сетя. Вот, Lil Wayne и какой-то другой артист просто на месяц ориентуют это само, все здание, там, две здоровые вот такие большие комнаты, там, 150-200 тысяч долларов они платят за месяц, лейбл. И все. Потому что студия теряет других артистов, получается. Все, да, и все, и все, и это их студия на месяц. Я просто была удивлена сейчас, что большие артисты целом дома записываются, и они, получается, так заморачиваются, ну, все равно уже нужно, не знаю, оборудование привезти, человека найти, который в тебе в дом вхож, постоянно с тобой там работает. Ага. И, в целом, я их понимаю, потому что, условно, если все будут знать, что Beyoncé записывается на Paramount, они там выстроятся в очереди. Выстроятся, конечно, да. И будут атаковать Paramount, это неудобно ни им для имиджа, ни для нее стресс, там, условно, перед записью какой-то важного трека очередного своего мужа. Вот. И все, магия потеряется. Конечно, конечно. Прикольно. Я даже не думаю, ну, условно, ты когда смотришь на эти огромные дома, которые они снимают, ты не знаешь, что там еще и студия. И студия, да. Получается, если умножить студии, которые есть для большинства музыкантов, на студии, которые существуют у больших артистов, просто, по сути, LA усыпана разными музыкальными проявлениями. Угу, да. Макс, я надеюсь, что ты воспользуешься всеми своими талантами продюсера, знаниями, которые ты получил и продвинешься на российском рэп-пространстве. Все тебя узнают и, надеюсь, через мое видео тоже. Спасибо большое, что ты нас привел на Melrose Sound. Я хотела туда попасть, посмотреть, но, может, кто услышала, но одно дело слышать в студию, другое дело посмотреть вообще, как это все устроено. и спасибо, что ты развеял какие-то мифы и сказал действительно свое мнение, не подстраиваясь там под мои вопросы. Это тоже важно. Вот. Подписывайтесь по-прежнему на меня, на мой инстаграм, на этот замечательный канал и, конечно, на Макса, слушать его музыку. Он старается как раз для своей аудитории. Все. Пока-пока. Ууу! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok